Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Сегодня первый день лета. В народе говорят, май радость, а июнь счастье. Закончился учебный год и ура, каникулы! Начинается пора отпусков и отдыха на природе. Все счастливы, но порадуют ли нас синоптики летней погодой? В Карачаево-Черкесии. 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16, днем 29-31 градусов тепла. Лето всегда начинается с Международного дня защиты детей. Он отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира, является одним из наиболее старых международных праздников. За его более чем 70-летнюю историю в нашей стране многое изменилось. Однако традиционно в первый день лета главными виновниками торжества всегда остаются дети. За мероприятием во Дворце культуры Черкеска наблюдал и наш корреспондент Артур Мхце. Юных талантов в Карачаево-Черкесии немало. В этом еще раз убеждаешься, наблюдая за участниками мероприятия, посвященного одному из старых международных праздников – Дню защиты детей. Тому, кто в уже далеком 1950 году решил сделать мальчишек и девчонок главными виновниками торжеств в самом начале лета, стоило при жизни поставить памятник. Настолько запоминающимся, красочным каждый раз является действо, которое разворачивается перед зрителями. 2022-й во многом особенный год. Главой Карачаево-Черкесии он объявлен годом людей с ограниченными возможностями здоровья. Во Дворце культуры Черкеска праздничное мероприятие было организовано для 270 деток как из Карачаева-Черкесии, так и для приехавших мальчишек и девчонок из Донбасса и Луганской республики. До начала «Сладкий стол», далее – честование лауреатов ежегодной премии для особенных детей. В числе отмеченных ученица 6-й школы Черкеска Мария Насанович, которая очень любит рисовать, а в будущем мечтает стать архитектором или дизайнером зданий. Откуда берешь вдохновение для творчества? Наверное, из общения с другими детьми, художниками. Мы постоянно обмениваемся опытом, кто что для себя нашел. И смотря на чужие работы, кажется, что вот, это мое вдохновение, но в итоге ты придумываешь что-то еще более интересное. В этот день подростки и их родители получали подарки от спонсоров. В их адрес звучало немало теплых слов. Желаю нашим детям счастливого детства, яркого лета и хорошего отдыха. Особые слова признательны всем многодетным мамочкам, родителям за заботу и внимание, за обучение и воспитание своих детей. Все говорят, защищать детей. Но детей нужно не защищать. Детей нужно просто любить. И все свое добро и ласку передавать детям. И тогда дети вернут нам в разы больше. Концертная программа с трогательными номерами также не оставила равнодушными никого из находившихся в зрительном зале. ПЕСНЯ Полицейские Карачаева Черкесии провели профилактическое мероприятие со студентами Института прикладной математики и информационных технологий. В аудитории Института сотрудники ГИБДД совместно с отделением информации и общественных связей МВД Карачаевой Черкесии презентовали фильм «Дорожно-транспортные происшествия. Их основные причины». Указанный фильм содержит сводку происшествий, основные виды и причины ДТП, статистику, в том числе с участием водителей со стажем управления транспортными средствами до двух лет. Главная цель медиапроекта – профилактика дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, а также снижение количества ДТП. В завершении учащиеся получили ответы на интересующие их вопросы и пообещали стражам порядка быть предельно внимательными и строго соблюдать все правила дорожного движения. По инициативе сотрудников госавтоинспекции совместно с отделением информации и общественных связей МВД Карачаевой Черкесской Республики был создан информационно-пропагандистский фильм «Дорожно-транспортные происшествия и их основные причины». Указанный фильм содержит сводку происшествий, понятия, основные виды и причины дорожно-транспортных происшествий. Мы все часто слышим слова «безопасный город», но «безопасный город» по-настоящему будет безопасен только когда все участники дорожного движения будут соблюдать правила. Хотели поблагодарить сотрудников МВД ПКЧР, Общественного совета за то, что организовали такую встречу, надеемся на плодотворное сотрудничество. В Карачаево-Черкесии изобилие водных ресурсов, около 130 высокоокорных озер, множество горных водопадов. Протекают 172 реки, из которых самые крупные – Кубань, Большой и Малый Зеленчук, Уруп, Лаба, имеется Кубанское водохранилище. Но вернемся к озерам. Подавляющее большинство озер располагается в высокогорной части, выше 2000 метров над уровнем моря. И сегодня мы расскажем об одном из них. Жители и гости республики, посетившие в мае Ганачхирское ущелье, в недоумении. Вместо живописного озера там создалась мрачная картина. Что произошло? И восстановится ли прекрасный водоем в заповедной зоне? На эти вопросы в эксклюзивном интервью Али Дзюнаевой отвечает доктор географических наук и руководитель регионального отделения Российского географического общества Вячеслава Нищенко. Доброе утро, Алла. Вам слово. Доброе утро. Сейчас мы находимся в Ганачхирском ущелье у Форельного озера. Приезжающие сейчас сюда туристы видят печальную картину. Что случилось с озером? На самом деле мы решили спросить у доктора географических наук Вячеслава Валентиновича. Расскажите нам, пожалуйста, что произошло с прекрасным озером? Почему оно вот так выглядит сейчас? Да, это озеро Туман-Лыкёль. Расположено на высоте около 1900 метров. Ну, 1870 где-то вот такие придержки. И оно выглядит сейчас немножко захламлённым. Но это естественный процесс. Это озеро лавинного выбивания. Вот. Ежегодно здесь сходят лавины, потому что его опоясывают крутые склоны, которые, значит, особенно в зиму большого снега, а это зима этого года была зимой как раз большого снега. И лавины, которые расположены у южного склона озера, они очень интенсивно сходили. И сходили одновременно. Именно поэтому озеро было выбито лавинным снегом. Проломлен лёд, и всё, дно озера было как бы выгреблено и выброшено за пределы границы озера. Вот. Поэтому вот здесь вот сейчас вид такой несколько захламлённый и на самой поверхности озера, и в прилегающей местности к озеру. То же самое. Это остатки, которые переместились лавиной. Остатки. И они, конечно, часть из них уйдёт под воду, часть прибьёт к берегу, которые потом уберутся, и озеро приобретёт свой нормальный вид. И, видимо, сход одной лавины, он сопровождался сходом и остальных лавин. Ну, вот здесь вот по лоткам можно их посчитать. Вот. Две, три, четыре, и ещё с восточной стороны пять, шесть лавин одновременно сошли, и они все сошлись вот на озере. Тогда не было льда? Нет. Они, видно, вот это мощное перемещение снега выбило, это лёд проломило, и выбило всё. И лёд, и всё-всё-всё выбило с этого днища, прочистило его. Это бывает каждый год, но оно не выбивается так полностью. Лавинный снег сходит, и он остаётся на поверхности озера, на льду. Лёд не проламывается. А вот такие явления, вот, вроде как, вот, создаётся впечатление катастрофического явления. На самом деле это не так. Они повторяются через определённый промежуток времени. Последнее, вот, при моей памяти, последнее такое, вот, аналогичное явление наблюдалось лет 20-23 назад. Когда озеро было точно так выбито, точно так было захламлено, ну, потом оно приобрело свои прежние очертания. Тем более, это озеро, это остаточное озеро, большого озера, которое было расположено здесь вот, вот, в этой долине, вот этой троговой долине. Сейчас от этого озера остались только болотные такие вот пейзажи небольшие. Вот. Ну, и вот это озеро, вот, остаточное, оно как раз прибито к южному склону этой долины, северный Клухор. И есть ещё одно озеро, которое примыкает к северному склону этой долины. Точно такое же озеро лавинного выбивания, которое вот и сохраняется благодаря этому, потому что лавины, они чистят дно озера. Они выносят за пределы озера ил накопившийся. А так уже картина была летом даже не очень. Вот там камыши росли на той стороне, Вячеслав Валентинович, помните, мы выезжали? Да, и тут вот росли камыши. И в восточной части озера тоже уже начало зарастать оно. Мало того, кроме камышей уже по центру, здесь два, две котловины на дне озера. Одна, 24 метра, вот как раз где сконцентрировались сейчас, где остались остатки вот этого перемещенного грунта. И вторая котловина в восточной части, а между ними вал, который состоит из осадочных отложений, на которых как раз развиваются водоросли. И они уже начали над озером возвышаться, эти водоросли. И картина была такая, знаете, вот, что озеро уже как бы деградирует, то есть оно зарастает. Зарастает и превращается в ландшафт, подобный вот сопредельным ландшафтом, остатком от большого озера. То есть, Вячеслав Валентинович, получается хорошо, что это произошло, а то озеро могло вообще пропасть, да, превратиться в болото? Ну, оно не пропало, оно просто бы сократило срок своего существования, срок своего эволюционного развития. Вот, но благодаря вот такому выбиванию озеро очистится дно, и оно сохраняет свои очертания, сохраняет свой ландшафт, сохраняет свою фауну, водную фауну. Ну и, конечно, оно очень серьезно дополняет здесь вот этот горный, высокогорный ландшафт, излюбленное место туристов. Вячеслав Валентинович, сколько времени нужно примерно, чтобы озеро очистилось и выглядело так же прекрасно, каким мы привыкли его видеть? Ну, я думаю, где-то, ну, максимум полмесяца оно будет чистое, потому что сейчас оно еще не достигло уровня своего верхнего горизонта, не достигло. Потому что расход воды превышает ее поступление. Ручьи еще не полноводны, еще достаточно прохладны. А так сейчас оно приобретет свои, войдет свои границы очертания. Вот, и уже не будет никаких вот таких вот больших зарослей камышей, зарослей это самое. Озеро будет чистое. Здесь совсем иная будет картина. Это буквально полмесяца, может, чуть-чуть больше. Ну, в зависимости от погодных условий. Вы, видно, вот, на противоположном склоне видно, что склон совершенно не поврежден. То есть озеро выбито не селевым потоком, а выбито снегом. Остатки которого мы наблюдаем? Да, это вот остатки снега, перемешанного с растительными остатками, которые лавина по своему, по пути своего схода, она все сметает со своего пути. Порубочные остатки, если их не убрать, то они все утонут, потонут, там будет дно захламлено все равно. То есть надо почистить его, да? Людям по госу надо озеру. Ну, да, но это связано с какими-то экономическими затратами, я не знаю. Но это заповедник, видите, заповедник, естественный процесс, поэтому минимальное вмешательство. Спасибо за интервью. Пожалуйста. Сегодня не только день защиты детей, но и всемирный день родителей. Они наши главные воспитатели, люди, которые заботятся и берегут нас, прививают ценности и передают традиции. Сегодня еще всемирный день бега. Кстати, очень полезно для здоровья. А еще полезно для здоровья молоко. И сегодня международный день молока. Помните, пейте, дети, молоко, будете здоровы. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева Черкесия» с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра.